Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Автоплюс, программа своими глазами. И у нас сегодня есть очень хорошая возможность понаблюдать за тем, как собираются китайские автомобили. Раньше, например, не давали такой возможности для журналистов. Ну а теперь мы в полной мере можем увидеть весь цикл сборки на заводе «Черри». Мне и раньше приходилось бывать на автомобильных заводах, причем как полной, так и частичной сборки. Неизменным остается порядок, по которому выпускают автомобили в разных частях света. На заводе «Черри» производство полного цикла, и именно поэтому с самого начала мы попадаем в цех, где из листов алюминия и из-под многотонного пресса и специальных матриц по конвейеру побегут заготовки будущих кузовных элементов. На этой линии задействован всего один живой сотрудник и два робота. Причем человек лишь визуально контролирует весь процесс, и если ему что-то не нравится, то он вносит свои коррективы. Он же контролирует и смену матриц под пресс для изготовления других кузовных деталей. А роботы работают по уже заведенной программе. Один подает листы железа, которые отправляются под пресс, а второй встречает уже наполовину готовую деталь после финальной обрезки. А вот здесь вот, уже после того, как деталь прошла обрезку, ее проверяют. То есть проверяют по всем точкам, по которым могут возникнуть проблемы. Ну вот в данном случае тут деталь, по-моему, от задней части автомобиля, потому что есть отверстие под бензобак. Сейчас я попробую на китайском языке спросить, нормально ли получилась эта деталь. Хабухао! Хабухао! Так что если вы думали, что современные китайские автомобили собирают на коленках в гаражах, то очень ошибались. Есть реальный контроль качества на всех этапах сборки. И если какая-то деталь не соответствует регламентированным параметрам и является бракованной, то ее тут же отправляют на переплавку, а линию останавливают, чтобы проверить остальные детали этой партии на наличие брака. После того, как детали проверили, рабочие фасуют их на тележке и привозят вот на такой вот склад. А отсюда они уже отправятся на следующий этап сборки, куда отправляемся и мы с вами. В следующем цехе, наверное, наибольшее количество сотрудников. Они, правда, трудятся без помощи больших роботов. Тут происходит ручная сварка мелких деталей. По сути, это очень важный процесс, который требует максимальной точности. И именно поэтому над людьми, которые могут быть не в духе или по каким-то причинам не сосредоточены, есть проверяющая инстанция. И если сравнивать этот процесс с чем-то, не имеющим отношения к заводу, то картина напоминает уроки труда, где школьники уже по заранее заготовленным схемам и чертежам работают руками, а бездушный, но справедливый трудовик в лице проверяющего робота выставляет всего две оценки – «Отлично» или «Неот». Третьего не дано. Далее готовые детали по конвейерной ленте отправляются в клешне больших роботов, которые уже сваривают кузов полностью. На самом деле на сварочной линии производства происходит очень важный момент. Именно здесь будущий автомобиль получает свой неповторимый силуэт. Точность выполнения работ на этом этапе играет ключевую роль с точки зрения безопасности будущего автомобиля. И именно поэтому для бесперебойной работы целой армии роботов во всем сварочном цехе установлена центральная система управления, которая оптимизирована специально для разработанного в Китае оборудования. Это ускоряет и в то же время упрощает процесс производства автомобилей «Череп». Человек тут является звеном лишь контролирующим, но мало участвующим в процессе. Но все равно в конечном итоге выборочные заготовки автомобилей попадают именно в человеческие руки. К тем специалистам, которые проверяют выполненную работу на брак. Именно они дают свое добро на отправку партии в следующий цех. После сварки кузова он попадает вот на эту линию. Тут уже люди вешают петли для дверей, для капотов и для багажников, ставят крылья, ну, короче, устанавливают все оставшиеся металлические кузовные элементы. Ну, а дальше вся эта конструкция отправится на покраску. Ну, а сейчас, вы видите, на линии никого нет, потому что обед по расписанию. Буквально через полчаса после начала обеденного перерыва безлюдные коридоры завода начали наполняться рабочими. Кстати, стоит, наверное, обозначить несколько цифр. Из предыдущих этапов сборки вы, наверное, подумали, что на заводе одни только роботы, а живых людей по пальцам одной руки пересчитать можно. Нет, это далеко не так. На заводе трудится 30 тысяч человек, а само производство располагается в городе Уху с населением 3 миллиона человек. По российским меркам для города это высокая численность, но для Китая с полутора миллиардным населением это просто небольшая деревушка. Кстати, помимо рабочих мест на самом заводе, для жителей Уху появились и места на предприятиях поставщиков компании «Черри». Производители масел, шин и других автокомпонентов разместили свои заводы в непосредственной близости от главного предприятия, сотрудники которого уже вернулись с обеда на свои рабочие места и подготовили несколько автомобилей на покраску. Линия покраски, наверное, самая охраняемая в производстве. И даже для рядового сотрудника завода, который трудится в соседнем сварочном цехе, практически невозможно сюда попасть. И все это из-за стерильной чистоты в помещении. Линию покраски автомобилей по чистоте можно сравнить разве что с операционной в больнице. А доступ есть только у того числа рабочих, чья работа непосредственно связана с покраской. Нетрудно догадаться, что и нам были не особо рады. А когда увидели чемоданы съемочного оборудования, то просто-напросто не хотели пропускать внутрь. И нам пришлось облачаться в специальные костюмы, надевать высокие бахилы и панамки на голову, чтобы мельком пробежаться и одним глазком посмотреть на этапы покраски. Из увиденного можно отметить, что технология такая же, как и на любом другом крупном автомобильном заводе. Ничего революционного нам увидеть не удалось. Кузов обезжиривается, грунтуется, дальше наносится лакокрасочное покрытие, и уже далее автомобиль отправляется в специальную камеру, в которой кузов сохнет. После покраски и сушки автомобиль попадает вот на эту линию, где уже дальше сотрудники продолжают сборку автомобиля. Вот такие вот детали устанавливают на готовые уже окрашенные кузова. По сути, на этой линии происходит финальная сборка. Начиная с мелких кронштейнов и направляющих, работники завода шаг за шагом собирают внутренности автомобиля. Причем поражает скорость выполнения работ. И даже сначала может показаться, что с момента, как автомобиль вышел в покраске, до первого пуска двигателя проходят считанные минуты. Правда, эти ощущения обманчивы. Просто сама линия, по которой идет автомобиль, имеет какую-то невероятную протяженность. Уж слишком много деталей нужно установить, чтобы автомобиль смог поехать. Если вы не хотите что-либо упустить, то отвлекаться от конвейера не стоит. Ведь буквально за пару минут автомобиль-заготовка визуально меняется до неузнаваемости. Тут уже начинают появляться более привычные для рядового потребителя детали. Органы управления, стекла, внутренняя отделка салона. И кипит подготовка к самому важному моменту в жизни каждого автомобиля. К свадьбе. А таинство свадьбы или женитьбы, кому как будет угодно, заключается всего лишь в монтаже двигателя и части подвески на свое законное место. После этого на ленте идет досборка оставшихся узлов, в автомобиль вливает жизненно важные для него жидкости, и все, ключ на старт. Свежесобранный «Черри» проезжает свои первые метры по территории завода. Но наше знакомство с одним из самых крупных автозаводов Китая не заканчивается. Просто стоит сделать небольшую паузу и рассказать вам о модельном ряде компаний, который представлен на российском рынке. И поделиться с вами кое-какими интересными цифрами. В России компания «Черри» присутствует с 2005 года. За эти 7 лет на нашем рынке было реализовано 127 тысяч автомобилей. А в данный момент на территории России представлено 8 моделей. Причем 3 из них – реальные новинки, которые начали поставлять только в 2011 году. Это модели «Бонус», «Вери» и «Индис». А еще 5 – хорошо знакомые «Тиго», «Кросс Истер», «Кимо» и «М11» в кузове седан или хэтчбэк. В зависимости от запросов российского потребителя компания готова внедрять на наш рынок и новые модели. Но пока все же наши соотечественники с некой опаской относятся к автомобилям, произведенным в Поднебесной. Хотя, исходя из показателей продаж, которые постоянно растут, компания не исключает того, что в скором времени у нас на рынке появятся и новые модели. По крайней мере, предпосылки к этому есть. Также нам удалось и понаблюдать за работой специалистов из исследовательского центра, в котором разрабатывают и испытывают новинки компании «Черри». Сам центр состоит из нескольких довольно крупных зданий. Кстати, чуть позже нам стало понятно, почему нужны такие большие площади. Наверное, вам было бы очень интересно оказаться вот за этими вот стеклянными дверьми. Там располагается краш-тест-центр, но, к сожалению, нам строго-настрого запретили входить туда с камерой. Поэтому я отправлюсь туда один. Когда мы зашли сюда с камерой и долго уверяли в том, что она выключена, все равно сотрудники побежали зачехлять новые автомобили. И мы воспользовались этим, и вот решили показать вам, что происходит здесь. Здесь происходит краш-тест, здесь сталкивают автомобили. Причем могут столкнуть как лоб в лоб, так и под разными углами. На самом деле, очень интересно, и, по-моему, в России такого еще нет. Едва мы записали эти слова и сняли пару планов самого центра, как нас вежливо попросили удалиться. Мне трудно понять, чего так боятся в компании «Черри». Те технологии, с помощью которых они испытывают на прочность свои автомобили, сопоставимы с теми, что использует Европейский комитет Евро-Инкап при своих независимых краш-тестах. Более того, в Китае сейчас разрабатывается законопроект, который должен ужесточить тесты на безопасность и расширить количество испытаний. Но это в будущем. А пока нам предложили совершить небольшой тест-драйв на полигоне компании. И, наверное, уже пора подводить итоги и вновь делиться интересными цифрами. Объемы производства компании «Черри» на данный момент составляют 800 тысяч автомобилей в год. Причем уже в этом году планируется открыть еще два завода на территории Китая. И объемы производства должны увеличиться до 1 миллиона автомобилей. При таких мощностях и с таким штатом специалистов можно выводить на рынок до 7 новых моделей в год. Неплохо, не правда ли? Но я думаю, что пока компании нужно стремиться не к количеству, а к качеству и, самое главное, безопасности своих автомобилей. Ведь все необходимые для этого ресурсы и технологии у них есть. На этом наше знакомство с автомобильным заводом «Черри» подходит к концу. Ну а вы оставайтесь с нами и смотрите «Автоплюс». Субтитры создавал DimaTorzok